Здравствуйте, друзья! Мой активный отдых, за который я перелопатил практически все превью и оформление канала, наконец-то закончен. В связи с этим я официально объявляю начало нового сезона, в котором мы, конечно же, продолжим проходить Dark Souls. В прошлом видео я немного налажал и забыл в долине драконов один предмет. Поэтому давайте, прежде чем перейдем к основной теме, исправим это досадное упущение. Для этого от храма спускаемся в руины нового Лонда и через них выходим в долину. Теперь наша задача дойти до моста и зачистить его от виверн. Сделав так, находим справа от огромных ворот лестницу и поднявшись по ней, получаем в свое распоряжение кольцо с красным камнем. Полезность данного предмета мне оценить довольно сложно. Обычно я предпочитаю избегать замороченных механик, а использование данного кольца на постоянной основе это тот еще геморрой. В общем, вспоминаем популярный тост за «будем» и возвращаемся к делам насущным. В свое время я отложил вопрос с великой чашей в долгий ящик, но тянуть дальше некуда и пора определяться, как с ней быть. Всего у нас есть три варианта действий. Первый, самый очевидный, это после получения чаши прийти в храм огня, найти там изначального змея Фрампта, треснуть ему по головешке и начать беседу. Последнее действие определяет наш выбор, так как в диалоге изменить что-либо уже не получится. Королевский искатель в любом случае нас схватит и утащит в подземелье, где нам ничего не останется, кроме как водрузить великую чашу на алтарь огня. Второй вариант поведения подразумевает, что мы не говорим со змеем, а самостоятельно добираемся до алтаря в результате падения. Если поступить так и установить чашу на алтарь, то Фрампт обижается, а после и вовсе уходит. Естественно, вместе с этим пропадает и возможность обменивать ненужные предметы на души. Третий и он же последний вариант это отдать чашу не Фрампту, а другому змею по имени Каас. Чтобы такое провернуть, придется убить великого волка Сифа с целью заполучить кольцо Арториаса, после этого одолеть четырех королей в руинах нового Лонда и только тогда представится возможность пообщаться с Каасом. Если мы доставляем чашу к алтарю с его помощью, то позже по возвращении в бездну появляется возможность вступить в орден темных духов, что кстати требуется для соответствующей ачивки. Однако, как и в предыдущем случае, минусом такого выбора станет уход Фрампта, так как наш новый знакомый, к сожалению, предметы обменивать на души не умеет. Или не хочет. Мы же в основной линии повествования идем по пути наименьшего сопротивления и выбираем первый вариант. После установки чаши в катсцене нам демонстрируют, как исчезают магические печати с трех различных проходов, одним из которых оказывается вход в архивы герцога. И именно туда мы сейчас отправляемся. Чтобы попасть ко входу в архивы, нам нужно переместиться к костру Ванурлонда и выйдя от него, свернуть на площади влево. Затем пройти зал Смоуга, одолеть стража великана, подняться по лестнице и вот мы на месте. За входом оказывается довольно освещенный коридор, в котором стоит бронированный кабан. Такого мы уже встречали раньше в уезде нежити. Однако, как можно предположить, эта тварь гораздо опаснее. А раз так, то лобового столкновения с ней лучше избежать. Учитывая вводные, достаем лук, агрим кабана на расстоянии и отступаем за выход. Свин, конечно же, последует за нами, однако столкнется с непреодолимой преградой и станет легкой добычей. Единственное здесь стоит учесть, что у данного противника очень высокая защита от колющего урона. И если вы счастливый обладатель копья или колющего меча, то задача по устранению кабанчика немного усложнится. Кстати, рубящий урон не проверял, возможно он тут тоже неэффективен. У нас же такой проблемы нет, дубина легко справляется с поставленной задачей и мы получаем кабаний шлем. Этот угрожающего вида шлем с хорошей физической защитой выпал нам сейчас благодаря везению. Однако, в этом коридоре все получат такой. Если, конечно, не проявят трусость или жалость к свинине. Двигаясь дальше, замечаем бивни, торчащие из-за угла. Это торчит последний кабан, которого можно встретить в игре, и именно поэтому, одолев его, все получат шлем. Но тут есть одна загвоздка. Выманивать этого здоровяка к выходу долго и муторно, а биться в коридоре крайне опасно. Из сложившейся ситуации можно выйти, оказавшись в помещении за углом, но кабан этому, конечно же, постарается помешать. Здесь можно немного схитрить и отвлечь животное стрелой, но это даст лишь секунду для того, чтобы прорваться. Оказавшись в зале, есть смысл использовать колонны в качестве укрытий. Если делать так, то открывается масса возможностей для проведения контратак, и это сильно упрощает бой. Одолев тварь, обращаем свое внимание на костер рядом и подвергаемся заслуженному отдыху у него. Закончив с этим делом, находим в помещении лифт и с его помощью поднимаемся в прихожую архива. Здесь нам предстоит столкнуться с новыми врагами. Как только лифт закончит движение, нас тут же атакуют полые солдаты, усиленные кристаллами. Для нас они особой опасности не представляют, но вот если вы играете магом, то ситуация в корне меняется. Во-первых, данный противник очень хорошо защищен от магии, а во-вторых, они ощутимо больно бьют, причем часто делают это с нас кока и не в одиночку. В общем, магам тут стоит быть вдвойне аккуратнее и желательно заранее выучить несколько заклинаний пиромантии. Хотелось бы еще про луков вспомнить, но они думаю сами разберутся. Сейчас наша задача, избегая стрел, аккуратно зачистить помещение. Хоть я и сказал, что местные враги для нас не особо опасны. Это вовсе не значит, что можно быть беспечными и бездумно рваться в атаку. Закончив с зачисткой, обращаем внимание на голема, что притих в уголке и естественно его бьем. В результате в наших руках оказывается сломанная подвеска. Этот предмет позже позволит нам отправиться в Аллачель и сыграть свою роль в истории борьбы с бездной, но сейчас не стоит на нем зацикливать свое внимание, так как враг не дремлет. В следующем помещении, помимо лучников и полых, имеется медиум. Его естественно стоит устранить как можно быстрее, так как он будет постоянно спамить заклинаниями и усиливать нежить вокруг. За вторым стоит следить особенно внимательно, так как под бафом кристальные бойцы наносят до неприличного много урона. Закончив с медиумом и особо активными вояками, игнорируя лучников пробегаем под лестницу. Тут обычно стоит еще один боец и охранять тело с душой отважного воина. Бойца мы естественно бьем, а душу присваиваем. Вот теперь можно заняться и лучниками. Для этого внезапно выскакиваем, поднимаемся по лестнице и крушим хрупкие тела стрелков. Закончив с избиением, обращаем внимание на развилку впереди. Слева от нее стоит еще один лучник, а справа боец. Естественно сначала стоит избавиться от стрелка, а затем успокоить воина. Теперь стоит вернуться и свернув от позиции лучника влево, найти сундук, в котором лежит кусочек мерцающего титанита. Забрав добро, идем назад и переходим на другую сторону. Тут в проходе имеется два бойца и их первоочередная задача отвлечь нас от выхода на балкон, где в засаде стоит еще парочка врагов, а на самом балконе лежит какой-то лут. Избавившись от угрозы, можно спокойно осмотреть тело и забрать с него еще один кусочек мерцающего титанита. Эх, красота. Мы бы тут восславили солнце, но давайте вернемся в здание и проверим, что охраняют двое оставшихся бойцов. Как выясняется, охраняли они сундук, а если быть точнее, то не сундук, а мимика, которого нам предстоит избить и забрать рыцарский щит, усиленный по пути кристалла. Все, тут больше ничего нет, поэтому идем в другой конец зала, находим лифт и с его помощью отправляемся наверх. Закончив подъем, мы оказываемся в комнате, часть стен которой покрыта кристаллами. Это выглядит завораживающе странно, но нам некогда долго любоваться, ведь архив сам себя не пройдет. Из комнаты вправо уходит узкий коридор, и это единственный путь дальше. Двигаемся по нему, и в какой-то момент нам навстречу выходит рыцарь, чье тело также усилено кристаллами. Впрочем, он оказывается на удивление слабым противником, и мы быстро одолев его, продолжаем двигаться дальше. Чуть дальше на лестнице перед нами оказывается еще и кристальная ящерка. Если ее успешно приложить дубиной, что у меня в кои-то веке получилось, то в нашем распоряжении окажутся довольно ценные ресурсы. Еще дальше коридор практически полностью покрывается кристаллами, и из завораживающего его вид превращается в угрожающий. Но мы не обращаем на это внимания, проходим до конца и обнаруживаем магическую завесу. Сразу скажу, что за ней босс, и одолеть его у нас не получится. Не получится не потому, что мы слабы, а потому что так задумано. Возможно, вас, как и меня, раздражают подобные сюжетные повороты, но деваться некуда. Нам придется умереть в неравном бою с нагим ситом. Приняв это как данность, находим в инвентаре жертвенное кольцо, одеваем его и заходим. Пройдя через завесу, мы оказываемся в зале, где на кристальном троне восседает дракон, лишенный чешуи. Если сейчас сделать пару шагов в его направлении, то гадина, естественно, атакует. Как правило, его первой атакой будет дыхание, и если под него попасть, то на персонажа будет наложен сильнейший эффект проклятия. Так что, внимание, не совершайте ту же ошибку, что и я, если, конечно, не хотите оказаться в ловушке с половиной здоровья. Да, не зря с детства мне твердили, что жадность до добра не доведет. Вот не пожадничал бы, одел редкое жертвенное кольцо и гарантированно сейчас был бы здоров. Но что сделано, то сделано. Теперь с учетом, что у меня нет с собой камней очищения, а переместиться отсюда нельзя, придется проходить эту часть архива, так сказать, по хардкору. Но ничего страшного, где наша не пропадала. Отдохнув у костра, осматриваемся и замечаем дверь. Она заперта, а за ней дремлет охранник. Кроме этого, в другой стороне камеры оказывается трое полых бойцов. Атакуем их и... ну, только еще поломки оружия нам не хватало. Может, это и называется черной полосой? Ну, да и черт с ней. Костер рядом, так что дело поправимое. Избив нежить, обращаем внимание на вторую дверь, и она ожидаемо оказывается заперта. Делать нечего, возвращаемся к костру, чиним снаряжение и после этого наказываем охранника за беспечность. В результате охранник погибает, а мы получаем ключ. Недолго думая, с его помощью открываем дверь и покидаем камеру. Как только мы это делаем, начинается катсцена. В ней покажется змей, включит крайне противную сирену и выпустит из камер каких-то тварей. После мультика мы обнаруживаем себя на лестнице. Она тянется вдоль стены огромного здания цилиндрической формы, а справа от нас в нескольких шагах оказываются два змея-воина. Мы, естественно, тут же готовимся к бою, но твари почему-то игнорируют нас и, пробегая мимо, улепетывают, сверкая пятками. Впрочем, если отловить хотя бы одну из них, то в будущем будет проще, поэтому так и поступаем. Теперь, игнорируя камеры, начинаем спускаться и нам навстречу выбегают твари, выпущенные в катсцене. Их довольно сложно описать, это какие-то змееподобные существа с осьминогами на голове. А еще, судя по поведению охранников, они не особо разумны и, вероятно, атакуют всех без разбора. Но, как бы то ни было, нам сейчас нужно через этих тварей пробиваться вниз. Благо дело, противники идут по очереди и не обладают большим запасом здоровья. А это что за? Еще и души. Ага, дохлый змей. Его вообще-то тут вроде как не должно быть ни разу. Но, да и черт с ним. Добравшись до самого низа, мы видим уже группу врагов. И тут стоит проявить осторожность. Медузы хоть и медлительны, но в больших количествах весьма опасны. Они, используя друг друга как визуальную преграду, могут неожиданно плюнуть какой-то гадостью или даже провести захват. Избавившись от тварей, заглядываем в камеру, из которой они выбрались и видим следующую картину. Внутри стоит еще две медузы, а за решеткой сидит Логан и виден какой-то лут. Для начала бьем тварей, не обращая внимания на их безобидность и плач. А что поделать, ведь другого пути к величию попросту не существует. Таким образом, убив первую медузу, мы получаем чудо-успокаивающий свет, а за расправу над второй нам достается чудо изобильный свет. Теперь, как ни в чем не бывало, начинаем разговор с магом. Этот старый чудик снова был пойман и заключен в темницу. Естественно, он просит его спасти и обещает за это поделиться знаниями, которые планирует найти в архиве. Ну ладно, уговорил, так и быть спасем. Однако сделать это прямо сейчас не получится, так как камера закрыта и ключа от нее у нас нет. В общем, старик, ты пока никуда не уходи, мы скоро вернемся. Покинув камеру, сворачиваем вправо и находим лестницу. Если подняться по ней, то мы окажемся на площадке с граммофоном, тремя змеями и каким-то сундуком. Хм, я тут че подумал. А что если помереть, одев редкое жертвенное кольцо? Никогда не пробовал таким образом снимать проклятие. И база об этом как-то умалчивает. Ладно, может немного не вовремя, но давайте проверим. Одеваем кольцо, отдаемся змею и... нифига. Как видим, кольцо может лишь предотвратить наложение проклятия, но не снять его. Ладно, учтем на будущее, а сейчас давайте вернемся и попытаемся избить тварей. Задачка, надо признать, не из легких. Змеи больно бьют и выманивать их тут не особо получается. Хотя мы все же попробуем. Для этого бьем с прыжка ближайшего противника, а пока он думает, что это было, отступаем к лестнице и спускаемся. Мда, было близко, но мы справились и теперь можем воспользоваться полученным преимуществом. Для этого восстановив здоровье, начинаем встречать твари, спускающихся по лестнице. Закончив с насилием, снова поднимаемся наверх и вот этим рычагом можно было отключить сирену, но так как мы покончили с собой, то она отключилась автоматически. Теперь нас здесь интересует только сундук, а если быть точнее, то ключ, который в нем лежит. Забрав предмет, спускаемся вниз и возвращаемся на главную лестницу. Теперь мы будем подниматься и проверять содержимое всех камер. В первой оказывается солдатик и тело с еще одним ключом. Во второй камере сидит еще парочка солдатиков и есть спуск в камеру, где мы забрали ключ. В третьей оказывается тело с душой воина, а в четвертой сидит одинокий кристальный боец. Кстати, в одной из этих камер при выполнении определенных условий будет сидеть Рея. Это предводительница клириков, если кто не помнит. Но я забегаю вперед. Если все хорошо, то в свое время мы увидим ее тут своими глазами. Продолжая подъем, мы оказываемся у костра и зачистив камеру, пробуем открыть вторую дверь. На этот раз она послушно отпирается и мы можем выйти. Правда, выходить тут особо некуда, потому что за дверью есть лишь узкий участок пола, с которого можно спрыгнуть вправо вниз. Там пол, похоже, тоже находится в зачаточном состоянии и на нем лежит тело с лутом. Делать нечего, смотрим прямо на лут и смело шагаем вперед. Таким образом мы оказываемся внизу и теперь можем присвоить душу отважного воина. Если продолжить идти по единственному пути, то мы снова окажемся на площадке с граммофоном. Тут мы уже все что нужно сделали, поэтому проторенной дорожкой возвращаемся наверх. Теперь наша задача подняться по лестнице к воротам, куда в свое время сбежали охранники. Если у вас есть хороший лук, то тварей следует сагрить и избить внизу, а если нет, то придется подниматься как есть и устраивать махачи прямо на лестнице. Впрочем, если сейчас спуститься, то змей должен последовать за нами, но согласитесь, это будет вообще не круто. Гораздо интереснее сбить тварь вниз и занять честно заработанное место царя горы. Впрочем, змеюка осталась жива, так что трон придется еще отстоять. Закончив с этим, мы открываем ворота, но уходить не спешим. Дело в том, что с этого места можно пойти влево и в очередной раз рискуя здоровьем спрыгнуть вниз. Этот маневр позволит попасть в камеру, где лежит тело сетом Девы и Белым Кольцом Духов. Если я все правильно понимаю, то в нашей реальности Рэй уже закончила свой путь и случилось это именно здесь. Что же, покойся с миром. Но давайте не будем забивать голову такими мелочами, а спрыгнем отсюда к костру и от него снова поднимемся к воротам. Теперь наш путь лежит на балкон, где справа за углом стоит боец, а слева на расстоянии лучник. В такой ситуации, конечно, стоит быстро избавиться от первого и тут же уйти назад, дабы избежать стрелы, пущенной вторым. Впрочем, к стрелку все равно придется прорываться. И заранее скажу, что подобный маневр дальше пригодится нам еще не раз. В общем, учимся уклоняться от стрел, проходим к лучнику и быстренько избавляемся от него. Быстренько это стоит сделать потому, что за углом слева стоит еще один боец и он бездействовать точно не станет. Закончив тут, продолжаем движение и оказываемся у входа в здание. Отсюда можно заметить медиума и если вы лучник, то от него стоит сейчас же избавиться. Но если нет, то действуем по-другому. Быстро забегаем внутрь, сворачиваем влево и бьем второго медиума. Причем бьем как можно быстрее и больнее. В нашем случае это связка из двух усиленных атак. Дело в том, что получив урон, маг тут же начнет кастовать телепорт и через секунду окажется на новой позиции, откуда с удовольствием зарядят по нам магией. Но сейчас все хорошо, один медиум пал, а второй находится за преградой. Используем эту передышку, чтобы осмотреться. У нас есть выбор, спускаться по лестнице или атаковать стрелка в соседнем помещении. Для начала выбираем второе и без остановки пробегаем до лучника. Если так не сделать, то во-первых медиум получит шанс на атаку, а во-вторых из-за угла справа за проходом выйдет боец и при поддержке лучника сможет стать пусть небольшой, но проблемой. Закончив бой, находим лестницу посередине зала. После этого быстро пробежав по ней на верхний ярус, прячемся за колонну справа и готовимся отбивать атаку бойца. Теперь мы находимся под прицелом двух лучников. И в принципе подниматься сюда как выясняется совсем не обязательно. Устранение этих бойцов нам ничего не дает и в плане ценностей тут пусто. Так что при прохождении есть смысл этот этап скипнуть и сразу воспользоваться рычагом на лестнице. Правда этому будет мешать стрелок, но к сожалению сейчас наша дубина до него не дотянется. Ладно, игнорируем его и тянем за рычаг. В результате этого действия лестница разворачивается, предоставляя нам доступ на еще два этажа. Сначала идем вниз и сворачиваем вправо. Тут проходим до тупика и забираем из сундука кусочек мерцающего титанита. Теперь можно вернуться к лестнице, подняться по ней и избавиться от лучника. Брать тут вроде больше нечего, поэтому обращаем свое внимание на проход слева, из которого в нас уже летит стрела. Делать нечего, применяем навык избегания стрел, сокращаем дистанцию и бьем лучника. Теперь повторяем этот же трюк со вторым лучником и получаем возможность спокойно осмотреться. Медиум на другой стороне старательно спамят заклинаниями, однако нас они не достигают, так как перила принимает удар на себя. Еще обращаем внимание на то, что лестница в этом зале также развернулась. Из этого делаем вывод о том, что лестницы связаны между собой и поворачиваются одновременно. Это конечно интересно, но пора бы спрыгивать вниз и атаковать медиума. В процессе не забываем про важность урона и самыми сильными атаками сокрушаем врага. Теперь сворачиваем вправо и забираем из сундука волшебство крепкий щит магии. Это довольно полезное заклинание, жаль только что его эффект очень быстро рассеивается. Впрочем, нам-то какое дело? Продолжаем осматриваться и в другой стороне ничего не оказывается. А раз так, то остается только пойти назад и развернуть лестницу. Наверху мы уже были, а значит идем вниз и находим выход, за которым стоит стрелок. Если возможности позволяют, то устраиваем с ним дуэль, а если нет, то просто пробегаем до лестницы справа и спускаемся по ней. Сделав так, мы оказываемся в секретной библиотеке, но ее исследование в нашей ситуации стоит отложить. Учитывая это, первым делом используем рычаг и с его помощью отодвигаем книжный шкаф. Таким образом, мы открываем короткий путь в библиотеку из соседнего зала. Сейчас нам нужно в этот самый зал выйти и, свернув влево, найти на балконе костер. Греясь у огня, вспоминаем про наше проклятие. С учетом, что данный костер доступен для перемещения и сейчас самое время решить эту проблему. Всего есть два способа снять проклятие. Первый это воспользоваться услугами ингварда в руинах нового лонда и второй воспользоваться камнем очищения. Такие камни можно приобрести у Освальда в уезде нежити или у торговки в акведуке. Учтя плюсы и минусы, давайте посидим последнюю. Да, она просит за камня в два раза больше душ, чем Освальд, но идти до нее в два раза ближе. А про поход к ингварду я вообще молчу. Итак, камень у нас и мы наконец-то можем очиститься. Уф, сразу полегчало. Теперь используем косточку и возвращаемся к костру в архивах. Сейчас, казалось бы, самое время пойти в секретную библиотеку, но нет. У нас осталась еще одна задача в этих залах. Чтобы ее выполнить, нам нужно, избегая стрел лучника, стоящего на шкафу, избавиться от бойцов и воспользоваться лестницей. Тут на развилке стоит сразу сворачивать влево, так как справа, кроме одинокого полого, ничего нет. Перейдя на другую сторону, зачищаем ее от лучника и бойца, после чего уходим в соседний зал. Таким образом, мы оказываемся в знакомом месте и, казалось бы, и че мы тут забыли. Но прежде чем понять, в чем дело, давайте избавимся от лучников. А вот, собственно, и ответ, стоящий на одном из шкафов. Думаю, и причина, по которой мы убрали стрелков, стала очевидной. Ладно, теперь давайте попытаемся к этому сундуку попасть. Попытаемся, потому что способа, дающего стопроцентную гарантию оказаться на месте, не свернув по пути шею, как бы не существует. Ну или я о нем не знаю. Ну ладно, сейчас все сами увидим. Для этого нам нужно по лестнице в соседнем зале подняться на третий ярус, дойти до лестницы над нужными нам шкафами, избавиться от преследователей и морально подготовиться. Сейчас я продемонстрирую способ, который позволяет попасть к сундуку с вероятностью примерно 70%. Чтобы им воспользоваться, подходим к рычагу на лестнице, используем его и во время анимации поворачиваем камеру, как показано на экране. При этом зажимаем кнопку направления движения вперед, и как только анимация заканчивается, наш перс отправляется вниз. В этом моменте важно двигаться без спринта, четко посередине лестницы и в конце отважно упасть. Если все сделано правильно и вам сопутствовала удача, то вы окажетесь на шкафу прямо перед сундуком. Более того, с учетом предварительной подготовки, в вашей спине при этом не будет торчать через секунду пара стрел, что тоже немаловажно. Давайте проверять, что внутри. А внутри тут лежит многозарядный арбалет Авелин. Не знаю, насколько он хорош, но если верить Вике, то по урону за единицу времени ему нет равных в своем классе. В общем, стоит рисковать своей шеей за него или нет, решайте сами. Кстати, для ачивок в стиму этот арбалет вроде как не нужен. По крайней мере в гайдах я упоминаний о нем не нашел. Ну ладно, хватит о птичках, давайте вернемся в соседний зал и уже приступим к исследованию библиотеки. Для начала сворачиваем в плохо освещенную комнату слева и забираем из сундука обломок синего титанита. Теперь идем назад и сворачиваем влево в основное помещение. Тут находится сразу несколько сундуков. Давайте начнем с левого и потом пойдем по кругу. Итак, в первом сундуке лежит сет медиума, который не может похвастаться ничем, кроме интересного внешнего вида. Во втором сундуке оказывается ключ от гигантской темницы в архивах. Эта вещь поможет нам спасти старика Логана. А вот третий сундук оказывается и не сундук вовсе, а мимик, избив которого мы сможем заполучить фальшион, усиленный по пути чар. Следующий наш клиент притаился между шкафов и в нем лежит кристальный уголь. Если отнести этот предмет к кузнецу Ван Орлонда, то появится возможность улучшать экипировку по пути кристалла. Вроде сундуки все, теперь обращаем внимание на рычаг и с его помощью опускаем лестницу. Если сейчас пойти вниз, то стоит помнить о бойце, что притаился справа. Кроме него тут есть магическая завеса и еще один сундук, в котором лежит кучка радужных камней. Сейчас, конечно, можно пойти через пелену, но мы нашли ключ и, наверное, есть смысл сбегать в тюрьму. Давайте так и поступим. Для этого возвращаемся в зал с костром и по лестницам поднимаемся на третий этаж. Тут убираем с дороги медиума и выходим наружу. Дальше заблудиться не выйдет, так как единственный путь ведет прямо к тюрьме. Двигаемся по нему и через какое-то время оказываемся перед камерой Логана. А вот это проблема. Толпа медуз на нашем пути. Впрочем, думаю, у каждого найдется свой способ ее решения. Пироманты с горящими глазами сожгут всю эту толпу. Луки воспользуются просторным залом, ну а мы, как и обычно, врагов просто отдубасим. Кстати, змеи, по идее, не должны были спускаться. Но, как теперь становится ясно, и к такому повороту событий стоит быть готовыми. Зачистив подход к камере, открываем дверь и говорим со стариком. Он, естественно, рад освобождению и еще раз подтверждает свое намерение отправиться на поиски крутой магии. В общем, с ним все понятно. Теперь нам остается только забрать душу хранительницы огня в дальнем конце камеры и, использовав косточку, вернуться к костру в зале. Ну что, пришло время проверить, что там за печатью. Однако перед этим давайте еще раз у ручега свернем в комнату слева и в темном углу найдем Логана. Не знаю, сколько длился наш телепорт, но за это время дед успел обшарить библиотеку, найти несколько мощных заклинаний и даже раскрыть секрет бессмертия ногого сита. В общем, то ли мы летели долго, то ли старик невероятно шустрый. Но да ладно. Закончив общаться с магом, отправляемся к завесе. Как выясняется, за ней расположился просторный сад. Рядом с нами оказывается лестница. Спускаемся по ней и немного выжидаем. Через пару секунд из-за угла выйдет кристальный голем и от него, естественно, стоит избавиться. Так как противник уже знакомый, то проблем с этим быть не должно. Закончив бой, идем вдоль стены в обратном от угла направлении. Тут нам встретится еще парочка големов, а также тело с кусочком титанита. Забрав предмет, оглядываемся и замечаем золотого голема. Где-то справа стоит еще трое обычных, но мы их, пожалуй, проигнорируем. Сейчас отправляемся прямиком к здоровяку и навязываем бой. Это не первый наш золотой голем и мы уже знаем, что бить таких стоит аккуратно, потому что из них могут внезапно выпасть вполне себе мирные персонажи. Этот голем не становится исключением и после его поломки перед нами появляется... Сигмайр? Впрочем, наше предположение оказывается неверным. После короткой беседы выясняется, что перед нами девушка по имени Сиглинда, и она приходится дочерью нашему знакомому рыцарю. На вопрос, знаем ли мы ее отца, отвечаем да. Это позволит в будущем продолжить квестовую линию Сигмайра. Болтать с девчонками, конечно, хорошо, но давайте вернемся к делу. Хотя, если подумать, то на сегодня дело осталось только одно. Найти и забрать кристальный сет. Как и в случае с сетом медиума, у этой брони из примечательного есть только внешний вид. А в остальном она не очень. Вот, собственно, и все. Кристальный грот мы будем проходить как-нибудь в другой раз. Конечно, можно еще метнуться и усилить эстус, но сейчас этим заниматься мне не хочется. А что касается архивов, то сюда мы еще обязательно вернемся. Вернемся после того, как пройдем склеп гигантов и после того, как одолеем нагого сита. Тогда мы сможем завершить сюжетные линии Логана, Реи, а также заполучить еще парочку ценных предметов. Но на сегодня у меня все. И в связи с этим я желаю вам здоровья и благополучия, а тебе лайков, подписок, донатов и, конечно же, комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok